Такие же, как и на других мотоциклах, поворотники влево и вправо и сброс в нейтральное нажатие на поворотник сверху. Левый тормоз, задний тормоз, правый, передний тормоз. Это комбинированный тормоз. Пожалуйста, нажмите на оба тормоза одновременно, чтобы добиться максимально возможного эффекта торможения. Дойдет дождь, вы используете передний тормоз почти исключительно на моделях СВС. Тумблер на уровне большого пальца левой руки, это дальний свет с синим индикатором на цифровой панели. Тумблер режима, автоматический старт-стоп, находится на уровне большого пальца правой руки. Верхнее положение, АОФ, означает, что функция отключена. Если вы включаете автомат, двигатель останавливается в следующий раз, когда вы останавливаетесь, и вы снова запускаете его, увеличивая скорость. Нижняя кнопка смарт-ключа блокирует и разблокирует всю систему ключей сигнал. Здравствуйте, это команда 5-Star Motor Bike Rental в Каулаке, и сейчас мы собираемся рассказать об электронном ключе, также называемом умный ключ. Вы запускаете хонда с помощью системы без ключа, состоящей из двух частей электронного ключа и кнопки приемника. Две кнопки на смарт-ключе имеют три функции. В верхней части изображен мотоцикл и гудок. Это позволяет найти мотоцикл с большого расстояния и активировать сигнализацию с близкого расстояния. Нижняя часть, показывающая ключ, является выключателем ключей, о котором рассказывается в конце этого видео. Поэтому, если вы видите много самокатов, просто нажмите верхнюю кнопку, чтобы найти свой самокат. Самокат отвечает дружелюбным звуковым сигналом и миганием. Когда вы находитесь в пределах 5 метров от машины, передатчик и приемник вступают в контакт, и можно нажать большую поворотную ручку в правом нижнем углу слутера, чтобы разблокировать его, при этом на свидометре появится символ ключа. Систему сигнализации можно отключить, нажав большую поворотную ручку. Затем снова нажмите поворотную ручку и поверните ее по часовой стрелке, пока не появится цифровой дисплей и ближний свет не включится автоматически. Это пункт 1 процедуры запуска. Затем следует обычные три других пункта стартового процесса. Второй – сложить боковую подножку. Третий – нажать на левый тормоз. Четвертый – нажать кнопку пуска на правой рукоятке. От активно отображающегося спидометра один щелчок влево переводит вас в положение открытия отсека для шлема под сиденьем с топливным баком. Затем нажмите нижний правый тумблер с надписью «Сидение». Более крупные модели также имеют надпись «Фуел» в верхней части тумблера и внешнюю крышку бака. Примечание – значок ключа автоматически закроется примерно через 30 секунд. Затем вам нужно снова нажать большую ручку, и символ снова появится. Все остальные функции такие же, как и на других мотоциклах – поворотники влево и вправо и сброс в нейтраль нажатием на поворотник сверху. Левый тормоз, задний тормоз, правый – передний тормоз. Это комбинированный тормоз. Пожалуйста, нажмите на оба тормоза одновременно, чтобы добиться максимально возможного эффекта торможения. Когда идет дождь, вы используете передний тормоз почти исключительно на моделях СБС. Тумблер на уровне большого пальца левой руки – это дальний свет с синим индикатором на цифровой панели. Тумблер режима «Автоматический старт-соп» находится на уровне большого пальца правой руки. Верхнее положение «АОФ» означает, что функция отключена. Если вы включаете автомат, двигатель останавливается в следующий раз, когда вы останавливаетесь, и вы снова запускаете его, увеличивая скорость. Нижняя кнопка смарт-ключа блокирует и разблокирует всю систему ключей сигнал. Если вы нажмете кнопку в течение 2-3 секунд, пока диод на смарт-ключе не станет красным, большая поворотная ручка будет заблокирована. Чтобы разблокировать, нажмите ту же кнопку еще раз на 4 секунды, пока диод не станет красным, а затем зеленым. Если в процессе запуска не появляется символ ключа, это означает, что нижнюю кнопку смарт-ключа необходимо нажимать в течение примерно 4 секунд, пока не загорится зеленый светодиод. Затем символ ключа снова появляется при нажатии на большую поворотную ручку, и поворотную ручку можно снова переместить, нажав на нее. Смарт-ключ обычно можно держать в правом кармане брюк, его не нажимаешь для запуска. И всегда запирайте модели ключами с замком руля на ночь, чтобы сохранить аккумулятор, потому что в противном случае части ключа будут искать друг друга и за ночь аккумулятор может разрядиться, даже если ближний свет выключен.